Среди сотен хобби, связанных с коллекционированием, все знают такие, как филателия, коллекционирование марок, нумизматика, денег. Есть и коллекции живых экспонатов – кошек, собак, голубей. А вот у Александра Гонцова, фермера из села Боробой Одесской области, свое хобби. Он собирает уникальные породы кур. Как правило, такую птицу, как курица, мы привыкли видеть на полках магазинов и виде готовых продуктов питания. Но оказывается, сейчас известно уже более тысячи разновидностей кур. И с каждым годом селекционеры выводят новые виды. И если сейчас в основном это делается для того, чтобы увеличить количество яиц, получаемых с новых пород, то ранее выращивались виды и для красоты. Александр Гонцов за несколько лет собрал уже более ста видов кур со всех уголков мира. И если мы привыкли их различать лишь по весу, и тому домашняя курица или магазинная, то у коллекционеров и селекционеров свои характеристики. Каждый год цікавый. Каждый год всегда по-другому. И каждый год узнает что-то новое. Новое в том смысле, что по каждой породе всегда есть особый признак, который с каждым годом ты усовершенствуешь себя и усовершенствуешь породу. Смотрите гребешок, каждый изъян, смотрите клюк, каждый изъян, смотрите на ногах плюсный, цвет кожи, чистоту оперения, даже как каждое оперение, какого цвета и как оно окремленное или нет. Среди пород, которые есть у Александра, легко можно узнать галашеев трансильванских кур из Румынии, крупных французских петухов породы паверель. А вот оранжевые куры из Англии, кроме своего яркого цвета, они также дают очень много мяса и яиц. Если говорить о породах, выведенных в странах ближнего зарубежья, то выделяются орловские петухи из России. Они рекордсмены по пению. Их громкая кукаряку может длиться до 12 секунд. Одна из самых необычных пород – китайские шелковые куры. Они были описаны еще в 1270 году в личных записках Марка Пола. Их вывели индейцы и считали, что это гибрид птицы и кролика. Кстати, яйца и птенцы некоторых видов к Александру Гонцову летели за несколько тысяч километров. Но чаще всего коллекционер сам ездит за пополнением. Передавали яйца летаком, передавали цыплят с Венгрии. Бывало, что ехал за 1200, за 1000 километров за петухом, который стоил долларов 150, и его не довозили домой. И такое бывало. В целом же такое хобби – сложное и довольно дорогое удовольствие. Многие породы очень требовательны к условиям проживания и питанию. Поэтому, садясь за новогодний стол, на котором, как правило, есть несколько блюд с курятиной, помните, что, возможно, это была очень красивая птица, породу которой вывели за рубежом еще сотни лет назад.